Первый блин комом. Ну а что со следующим? Гандбольный клуб Кувань во втором туре Российской Суперлиги сыграл со звездой. После фиаско в матче с Ростовом реабилитация была необходима. И для команды, и для болельщиков, конечно же. Все-таки у краснодарской команды в задачах есть и возвращение поклонников на трибуны. А возвращать лучше всего удачной игрой. Насколько удачной она на этот раз была, Евгений Резник расскажет. 13 матчей подряд желто-зеленые не могли одолеть звезду. Ни дома, ни на выезде, ни в чемпионате, ни в Кубке страны. Рассчитывать на положительный исход именно в этой встрече хозяйки имели все основания. Команды, можно сказать, поменялись ролями. Если в предыдущие годы звезда считалась одним из фаворитов Суперлиги, то сейчас таким статусом обладает Кубань. Однако главным недостатком краснодарок по-прежнему остается несыгранность. Трифилов продолжает знакомиться с составом, а состав проходит проверку боя. В этой игре в дне заявки наставник оставил сразу четверых, казалось бы, неприкасаемых гандболисток. Кузнецову, Королеву, Антонову и Ускову. Объяснил свое решение тренер просто. Проверяю игроков, которые мне помогут в дальнейшем. Больше ничего. Сейчас их количество резко увеличилось в Кубани. В связи с этим надо проверить всех. И кто не играет, пусть не играет. Несмотря на статус, о котором уже сказано, желто-зеленые долгое время с соперником шли вровень. Гости практически не ошибались в завершающей стадии атак. В какой-то степени помогала звезде голкипер Кубани Михайлюта. Она впервые в этом сезоне появилась в основе. И поначалу заметно нервничала. К середине первого тайма звенигородки впервые вышли вперед. 7-6. Трифилов отреагировал молниеносно, таймаутом. После разговора на повышенных тонах на площадку вышла словно другая команда. За оставшееся время хозяйки пропустили лишь четырежды. При этом забросили 11 мячей. 17-11. Итог первой половины. План на второй тайм был предельно прост. Сохранить преимущество, по возможности его приумножить. И Кубань с задачей блестяще справилась. Здорово проявили себя молодые Горяева и Закарьян. На их счету несколько важных бросков. А Диана с шестью мячами и вовсе стала лучшим бомбардиром встречи. Любопытно также, что отличиться смогли все гандболистки, которых краснодарский тренер в этом матче выпускал. Считаю, что результат по мастерству игроков, поэтому он, наверное, где-то закономерен. Плохо, что очень много не забили. Второй тайм практически играли в все время в меньшинстве. Вот это больше всего, что бросилось в глаза. Серьезные эксперименты с составом и хорошая реализация по сравнению с матчем против Ростов-Дона дали свои плоды. Гости смогли что-то противопоставить желто-зеленым только в первую десяти минутку. Затем Кубань взяла инициативу в свои руки и уверенно победила 37-27 в пользу хозяев. Евгений Резник и Сергей Целиков. Кубань-24. Краснодар.